Добрый-добрый-добрый день всем, у микрофона Друг, это студия игрокам ТВ, ну и у нас ответный матч между командами Invictus Gaming и Old Boys. Спасибо большое, Teenage Mutant Ninja Torletless Flay, за комплимент. Касательно аналитики, ну а какая здесь может быть аналитика? Ребята Invictus Gaming берут Шторм Спирита, Шторм Спирит пойдет в мидлейн, Леон отправится у нас саппортить на легкую линию, Ксена Тайтхантер и пойдет в сложную, Снайпер будет стоять. Нет, Шторм Спирит отправится у нас в легкую, Снайпер будет стоять на мидлейне и Вич Доктор будет саппортить. Отличная комба, все будут драться под касками, будет работать Дезвард, ой-ой-ой какая комбинация. Ну и со стороны команды Old Boys, касательно ой-ой-ой каких комбинаций, есть в пике Чен, безусловный плюс для команды Old Boys, они в прошлой игре на ранних минутах плотненько давили команду IG, ну и есть в пике Лондруид. О чем это нам говорит? Это говорит о сумасшедшем пуше со стороны команды Old Boys. Фуриона здесь не хватает, в какой-нибудь, я даже не знаю, какой-нибудь лесок. Жоу бы мог смело на Лондруиде в сложную пойти и там выфармливать все, что движется, а Фура занял бы, например, например, нет, да. Короче говоря, все сложно, лесов не хватит ни на Лондруида, ни на Фуриона, ни на Лондиди, на Чене. Поэтому ограничились одним Лондруидом и для тех, кто не в курсе, расскажу касательно обновы чуть позже, после файта расскажу. Медведь пошел навалять по Бёрнингу, Фесура в Бёрнинга, все вообще, что было в Бёрнинга, ввалили. Игроки команды Old Boys со старта, так красиво это смотрелось, Спирит Бир делает первый удар и уже минус 400 хп для снайпера. Потому что и Фесура залетела, и Стан туда, и, короче говоря, Панда у нас один из наиболее милых существ, умудрился расковырять в секунду просто снайпера. Ну, так вот, касательно обновлений. Кто там провтыкал, прослоупочил, расскажу. Команда Лондруид, о, команда Лондруид, команда Old Boys взяла Лондруида, этот Лондруид имеет теперь нереальный вообще буст с Аганимом, Аганим позволяет. Лондруиду находиться в любой вообще отдаленности от своего Спирит Бира и дух медведя, медведь будет бить независимо от того, на каком расстоянии находится от Лондруида. Но это только при наличии Аганима. Сейчас вы видите ничего такого, сейчас медведь у нас далеко от своего хозяина отходить не может. Это первый буст Аганима, второй буст Аганима, такой, что Спирит Бир не умирает, если умирает основной медведь. То есть Лондруид, если погибает, то Фиолетово абсолютно медведю на этом, ну, мишке вызванному, бегает, бьет, убивает, то есть без разницы. Есть основной друид, нет основного друида, он нужен в принципе только для того, чтобы Спирита призвать. Все остальное Спирит сам по себе делает. Ну, я считаю, это очень грамотный, на самом деле Аганима очень полезный, никакой имбовости здесь нет. Потому что Лондруида пора возвращать в пик, где эти пуши все, где эти размены тронами, где это все. Вот это все, я думаю, к этому и идут. Потому что вспомните финал, вспомните и заплачьте, вспомните и заплачьте финал третьего Интернешнала. Фиаско Нави в лейте. Ну и вообще, вся история, там, пятая катка не живой, тому пример, а вообще вспомните, что Адмирал Бульдог с Нави делал. На Лондруиде, на Фурионе. И все это было долго, все это было очень валидольно, нервотрепка была чистейшая в доте. А что было в гранд-финале Интернешнала 2014 года? Ничего не было, доты не было по сути. 15 минут, 20 минут, 19 минут. Взяли деньги и уехали. Сейчас такого уже быть не должно, это в принципе все, я так понимаю, к инту готовится. Ну, чтобы подольше все было. Как уже коллега мне сказал, чтобы больше было попкорна, больше кока-колы, будем сидеть смотреть подольше эти матчи. А то как это, готовились, готовились, тут на тебе, нокаутом в первом раунде. Так вот, у Чена без всяких приключений с Аганимом, Чена, по-моему, вообще никто ничего с ним не делал, а Лондруид, Лондруид серьезной боевой машиной станет в лейте. И, кстати, независимо от того, есть ли Аганим, нет ли Аганима на Лондруиде, он появляется после смерти в той форме, в которой умер. То есть, true form с него не спадает, если он будет в ней. Так что, не надо тратить еще 2 секунды после, например, потерянного Аегиса на то, чтобы раскастоваться в толстую форму медведя. И вообще нет смысла этого делать. Я как не посмотрю, если Аегу теряет Лондруид, единственное, что делает Лондруид, даже на самом крутом уровне, это стоит и пытается выкастовать true form. Пока он ее кастует, true form, его разваливают еще раз. В 100% случаев. Ни разу я не видел, чтобы был вкастован true form и польза от этого хоть какая-то была. Ну что, Жоу у нас в хиксея, фейт, подкоп по нему. Жоу на лохэп, пошел медведя уже по фейту наваливать. Жоу в итоге живет. Фиссура от DD спасает у нас мидлейн Жоу на лондруиде. Кстати, если бы не обновление, давно был бы шанс у вас вообще увидеть лондруида на мидлейне против штормспирита. Да здесь был бы тролль или снайпер или... Или кто там еще неприятно. Или SF, а тут тебе не троллей, не SF. Серьезно все. Медведь стоит. Всем паниковать. Вообще, давайте по лайнам пробежимся. Бернинг у нас в итоге стоит пока что на фрифарме. DD к нему не подходит, это ему не интересно. Лонг DD у нас в лесу. Венжи фул спирит в лесу, выходит к спину Кси. YYF разрезает у нас Кси. Стан по нему. Ну, здесь, скорее всего, Кси заберут. Никуда не деться у Кси. Еще через секунду будет энкор смеш. Уже, наверное, и не будет. Все. Тайтхантер развалили. 3-0. Команда Олдбойс продолжает давить. Первую игру они выиграли. Видно, что очень собранные ребята. Все у них. Они знают, против кого они играют. Они знают, чем шреваты ошибки против команды IG. И практически не ошибаются. На ранних лвелах так точно. У Шторма уже есть Боттл. Есть Нул Талисман. Смотрим на Мишку. У Лондруида есть Бутсов Спид. Гловсов Хейст. И в Медведе еще одни. Перчатки, Орпов, Веном и Стаут Шилд. Пока что Лондруид у нас не умирал. Да и вообще в составе команды Томфу Олдбойс никто у нас не умирал. YYF уже с Транквилл Бутсами на нижнем лине. Стаут Шилд у него есть. 760 на руках для YYF. Укси. Набор просто шлака. Какого-то плюс Бутсов Спид. Хоть какой-то намек на артефакты. А так подмазаться. Там всякие лечебные мази. Зеленка. В общем, набрал всего, чтобы не так тяжело было стоять в харде. Кси забирает фарму Венжи Фулл Спирит. Через Энкор Смэш Тайтхантеру несложно фармить любых крипов. Будь то лесные крипы, лайновые или даже эншенты. Думаю, это ни для кого не новость. Ну и вот умирает теперь у нас Голем. И из него выходит еще два Голема. Это тоже одна из обнов. Големы теперь потеряли. Так. Угу. А чего Големы на лайн не становятся, я так и не понял. Почему они начали втыкать? Значит, Големы, видимо, не портят у нас стаки. Хотя не знаю, насколько это так. Так вот, из большого глиняного Голема теперь выпадают два маленьких Голема. Которых, если приручить, а их можно приручать, и большого Голема можно приручать, потому что он потерял иммунитет к магии теперь. То можно получить неплохой такой стан. Не знаю, сколько рейндж. Давайте посмотрим. Рейндж никакой. Да, рейндж огромный. Посмотрите, размеры. Размеры рейнджа. Ну что, у нас пошел за место на нижнем лане. YYF. Стопит Кси. Кси, скорее всего, здесь умрет. Юзает стики Кси. Кси умирает. В итоге минус 3 делает команда Олдбойс. Теряет только YYF. И дальше за Бёрнингом. Феррари уже здесь. Феррари на 8-2-0. Скорее всего, венгу здесь заберут. Станут венги Феррари. Ну, Бёрнинг в итоге убивает у нас саппорта команды Олдбойс. Счет 6-2 в пользу Олдбойс. Лонг Диди 2 килла уже имеет на данный момент. У Шейкера ни одного килла, ни одной смерти, но 3 ассиста. YYF 1 килл, 1 смерть. И Лондруид. Лондруид пока без скиллов, без смертей. Один ассист для него есть. Но это тот ассист, когда на первой минуте развалили у нас Бёрнинга на снайпере. 6-2. 7 минут сыграно. По итогу Олдбойс 1000 по золоту, по экспириенсу 800. Тоже в пользу Олдбойс. Жоу на Друиде. 1400 на руках. Уже есть 7-й левел Лондруида. True Form вкачан. Спирит 4-го левела. Ну и Синерджи 2-го. Пока без Рэббеда играет Жоу. Некого здесь ускорять и нет смысла в этом. Качает дэмэдж на Медведя. 53 бьёт Спирит Бир с руки. Плюс замедление. Ну и плюс корни. Ой, какие корни интересные. А ну-ка, это корни. Это корни, кого надо корни. А как же посмотреть? Или это форма Медведя даёт? Такие вот корни. Видимо это да, это мистическая ерунда, которая даёт такие вот корешки на своего Медведя. Ну что, у нас убили Тайт Хантера. Убили Тайт Хантера по одной простой причине. Он фармил очень много Эншентов и слишком много знал. Ну что, Фейта зацепили. Фейта разваливают. Минус 2 делает команда Олдбойс на ровном месте. Хэнд оф Гад пошёл от Чена. Бёрнинга здесь ещё и подстопят. Кентавра можно к себе. Вряд ли его смогут убить. Феррари как будто с регенерейшном. Так и есть. Шторм Спирит у нас с регеном. Летает по всей карте. Пока не теряет реген. Реген ему не сбивают. Феррари в принципе может летать сколько душе его будет угодно. По голде команда Олдбойс на 2000 впереди. По Экспириенсу на 1000 тоже впереди команда Олдбойс. Со стороны IG давайте по артефактам пробежимся. У Тайт Хантера есть бутсов спид и больше ничего вообще. У снайпера после аквилы фейсбутсов танго ещё 500 на руках. И может Дипмаск тоже прилетает снайперу. Совсем немного до Мома остаётся. У Вичдоктора от команды IG ничего толком и нет. Бутсов спид только у Феррари. В это время нул талисман, пауэртреттс, боттл 700 на руках. Или он с транквилгутсами без даггера. По команде Олдбойс. Медведь у нас с Хенд оф Медасом уже. Уже сурбов вином. Жоу. Ничего, один тапок. Ну больше Жоу ничего и не надо. Главное, чтобы спиритбир был в порядке. Плохо, конечно, что Жоу потратил деньги на Медас. С другой стороны всё это окупится. Если, конечно, втыкать у нас не будет Жоу. Медас сейчас не проюзан. Ну, с другой стороны есть лес. Где выгоднее проюзать Медас. Всё-таки вот девятый левел, пожалуйста, для Лондруида уже. Думаю, что появится Радианс на Жоу. Это, в принципе, к этому всё идёт. На топлейне в это время зацепили у нас Шейкера. Счёт становится 8-3. Ай-Джи за счёт Феррари заработали этот фраг. Ну что, вай-бай-э. Первый раз проюзал даггер на Феррари. Феррари развалились. Стампит есть у Кентабра. Высвапывает у нас 8-2-0. Кси без реведжа. Маны просто на реведж не хватает. Ну, теперь есть стики. Провязал стики. На реведж мана хватает. Правда, некого больше реведжить здесь. Олдбойс отходит. Забрали Феррари. Потеряли Шейкера. Размен в любом случае в пользу Тонг-фу. По золоту они 1500. По экспириенсу 1500 тоже для них. Ну и почти две по золоту. Что приятно для команды Олдбойс. Смайба Ф выформил на легкой линии себе даггер. Есть у него Транквил Буцы. Все. Кентавр программу минимум выполнил. Теперь надо идти драться и зарабатывать там денежки. Лондруид. 1700 на руках. Ничего пока Жоу не приобретает. Ни тебе Башер. Ни тебе Мейлстром. Есть подозрение, что будет выходить в итоге в Радианс. Или в Аганим сразу. Кто знает этого Жоу. Я думаю, что Аганим очень серьезная вещь на Лондруиде. На самом деле. Он вообще не лишний. Вообще. Жоу себя от смерти просто-напросто обезопасен. Главное не подставляй там каждые 120 секунд своего спиритбира. А если подставляешь 300 голды теряешь. Ничего страшного не случается. Вот моментальный байбэк фактически. Потому что вы прекрасно знаете, что не основной медведь бьет. Бьет спирит. Основной медведь бьет исключительно в том случае, когда игра длится 187 тысяч минут. Когда уже не знаешь, куда одевать слоты. Куда одевать артефакты. Спиритбир уже бедненький под тяжестью всех этих артефактов проседает. Еле ходит на полуприседе. И тогда уже Лондруиды начинаешь одевать. Так в принципе в основном пренебрегают данным героем. Ну что, Феррари ловит здесь корни. Стоит дальше Феррари. Ну и медведь пошел наваливать по Феррари. Жоу наорал на своего медведя. Медведь теперь побыстрее. Феррари можно попробовать поймать. Все, вернул к себе медведя. Команда Олд Бойс решила не гоняться за Шторм Спиритом. Наверное это правильно. Хотя почти без маны оставили Феррари. В инвизи Тайт Хантер. Смок точнее. Спадает с него Смок. Он здесь уже всех ждал Лонг Диди. Кстати, отыгрывает на Чене неплохо Лонг Диди в вопросах файта. А вот Пуш меня немножечко смущает. Меня смущает только тем, что его нет вообще. А так в принципе ничего такой Пуш. За исключением его отсутствия. Тащи друг. Окей, спасибо. Так, 13 минут у нас сыграно. 1300 по голде Олд Бойс. По экспириенсу 1600. Тоже для них. Ну АйДжи вроде бы серьезные ребята. Вроде победители неоднократные. И много чего. А тем не менее Олд Бойс пока что их вытащили вообще в никуда. В прошлой игре и сейчас примерно та же история. АйДжи проигрывает по фрагам. Зарабатывает деньги с Медведь. Уже 3000 по голде. Будет появляться Радианс. И это прекрасно. Этот Медведь в принципе сожжет всю команду АйДжи. Даже таких толстяков как Тайт Хантер. Но Тайт Хантер вроде и толстяк по факту. Понимаете да? Что здесь есть Кракен Шелл. Ну какая разница Спирит Биру с Радианцем, Кракен Шелл там или все-таки нет. Тащит к себе зверюшек Чен. Ну только одного несчастного Медвед Демона. Смог себе привезти. Остальные все умерли и потратил. Хэнд оф Гатт на все это. Потратил тест оф фейс, чтобы притащить к себе ребят. Ну и пошел отдался в итоге в лесу. Лонг Диди конечно тут наплужил 100%. Ошибка на ошибке. Но ошибка сама не приходит. 9-5 становится счет. Такими темпами команда АйДжи сравняется. Ну пожалуйста. По золоту они уже проигрывают всего лишь 300. По экспириенсу 1500 всего лишь уступает команда АйДжи. Ну что это на 15 минуте полторы тысячи? Ничего вообще. Это 100 экспы в минуту проиграть. Ну это вообще не поражение даже. И не стоит забывать, что есть снайпер, который собирается в жесточайший лейт. И попробуйте Медведям к нему подойди вообще. Как, откуда, непонятно. У Лонг Друида 3600 уже есть на руках. Ждем появления Родианца у Жоу. 14-ая с половиной минута. В принципе все идет по таймингу. По Нетворцу на первом месте Медведь. 6740 для него. Так, Денай Тавера не получился. Все, Лонг Друид забирает Тавер. У него 3960. Где Курьер? Быстрее за Сакрит Реликом. Там думать даже нечего. Не надо этот Огр Клаб для ВВФ. Пойди купи себе Сакрит Релик. Сейчас умрешь и все. И нет пути вообще. Нет будущего. Все, Лонг Друид отправил Курьера в лес. В итоге в Сикрет Шоп. Появляется Родианц. Да? Нет? Да? Да. Появляется Сакрит Релик. Ждем появления Родианца на Лонг Друиде. Пока Жоу сам ходит с Сакрит Реликом. Я думаю, что ему ни к чему. Все это надо в Спирит Бира отправить. Собирается отсюда Жоу улетать на нижний лайн. Здесь куча фарма как раз для него. Медведь сейчас прилетит. Пока что в Спирита ничего не вкладывает. Бьет сам с руки Жоу. 11 левел. Вторая Тру Форм. 1670 хеллспоинтов. Кто деньги ставил на Тонг-Фу, тот правильно поступает. Тонг-Фу и правда смотрится очень даже ярко. И вторая игра, мне кажется, тоже будет за ними. Я тут особенно не призываю к ставкам. Но если кто-то уже сделал и сделал ставки на Тонг-Фу, если бы у меня были деньги, я бы за вас был. Те, кто поставили на IG, ребят, у вас реально траблы. Нельзя было предсказать вообще, что Old Boys здесь что-то сделают. Да и букмекеры. Просто посмотрите на процент. 15 за Old Boys и 85 за IG. Вроде бы верняк. Хоть квартиру ставь на все это. Ну и первый матч в итоге за командой Old Boys. И тут шансы на ничью команда IG. И возврат денег. Но он такой хлипенький. Очень даже хлипенький. Поэтому, если что, заведомо вас жалко. У Лондруида. Уже. Ой, кстати, по поводу Радианца. Забыл же сказать. Спирит Бир у нас выходит в Радик. А Радик там прогрейдили. Радик дает возможность 30% промаха при активации. Сейчас увидите. Давайте прочитаю. Тоже очень крутая вещь. Прям вот невероятно вообще крутая вещь. Этот Радианц. Прошу слушать. Активируемая способность. Тоггл Берн. Когда включено, каждую секунду наносит 50 урона противникам. И ослепляет их. Вынуждая промахиваться в 17% случаев. Понятно, да? 17% у воротов. Жесть какая-то. Зачем? Кому? Для чего? Ну, вот так вот. Ну что, фейт. На лоу хп. Уходит в лес. Вай Вай Ф топает в никуда. Кси. На лоу хп вершает на него урнук. Кси, скорее всего, умрет. Забрали Леона. Забрали. Также Витч Доктора. И отваливается Тайт Хантер. Единственный, кто здесь летает и бегает, это Феррари. У него 150 маны. И, скорее всего, Феррари здесь приехал. ТП у него нет. Улететь в кусты не получится. Радик есть на спиритбире. И смотрим. 17% промахов. Все. Бить с руки не бить. Смысла никакого. 17% промахов. Это знаете для чего? Это чтобы Радиан собирался почаще. Это чтобы Спектра у нас фармила в Радик. И потом месилась до 50 минуты. Все для того, чтобы игры были подольше. Чтобы не случилось так, что игра у нас идет 15. Ну, я не буду даже вспоминать, как там у нас игры на Интернешнлле происходили. Надоело уже самому. Короче говоря, все идет в жесточайший лейт. Артефакты. Серьезные артефакты. Нормальные, дорогие артефакты. Теперь становятся половинками еще больших артефактов, которые сохраняют вам слот. Вот один, который дает возможность получить дополнительные какие-то фишечки. Ну, вот те же тапки за 5400. Это же жесть какая-то. Те же Boots of Travel, которые можно в два уровня, если вдруг не знали, лупить. То есть собираешь Boots of Travel и из них собираешь Boots of Travel. Удивительная ряда. И телепортирует вас не только к крипам, но и к героям. Поэтому можете смело покупать. 4500 стоят тапки. Где кто такое видел? Вот еще одни тапки. Еще одни тапки Guardian Grifts. 55 скорости передвижения и всего-всего-всего здесь по чуть-чуть. Тапки за 4500. Тапки за 5300. То есть, наконец-то, Валва услышали, по-моему, крики, если не вслух, то хотя бы про себя, всех керри серьезных или вообще какую-то лейту. Когда этот вонючий тапок, который стоит 1500, вынужден занимать целый слот, на который можно было потратить кучу денег и получить гораздо больше, чем, например, 50 к скорости передвижения и 10 к скорости атаки. Или, например, 10 силы на кентавре. Ну, кому оно надо, вообще непонятно. Никому. Вот. А здесь тапок за 5500 и вроде как не то, что слот. Слотище целое. Потому что иначе... Иначе, иначе... Иначе лейтап превращалась, уже когда она переходила свою стадию не фарма, а просто майндгеймс каких-то, лейтап превращалась в издевательство над самими собой. Игроки понимали, что у них есть вариант стать помощнее, но сама дота им обрезает возможность быть мощнее, сильнее, из-за деньги покупать все. Короче говоря, дота переходит в реальную жизнь, когда за деньги ты можешь, в принципе, все приобрести. Есть деньги, улучшай, улучшай, улучшай. Два артефакта превращай в один, фактически освобождая себе слот. Покупай еще один, и еще, и еще, и еще, и еще. Чуть ли не политика компании Valve. На конкретном примере. Что, лдбойс поигрывает по голде. 4000 по экспириенсу тоже четверка для них. Смотрим на лондруида, он на первом месте. 11 300 для лондруида, уже на спиритбире появляется. Плейтмейл, где там основной наш. 1250 на руках у основного лондруида. Появится кераса, после керасы, гляди, появится и аганим. Судя по тому, как запакован жоу, убивать его не сложно, самого лондруида. А если будет аганим, то убивать его еще и бессмысленно. Каски ловит у нас спиритбир. С хайграунда уже настреливает Бернинг. У него есть Сен-Жан-Яша, Масков Мэднес, Аквилов, Фейсбуцы. Бернинг, в общем-то, запакован для 22 минуты очень даже классно. Его оставили на фрифарме, даже несмотря на то, что команда его терпит на 5000 по золоту и 2500 по экспириенсу. Бернинг по хп, ой, по деньгам не сильно отстает от своих оппонентов. Он, в принципе, обогнал всех, кроме Жоу. Но Жоу на лондруиде фармит вообще как сумасшедший, поэтому его не обогнать... Точнее, его обогнать вообще непонятно, как только можно было. Вич-Доктор у нас попадает под Раскаст, развалился ВД. Жоу вместе с Медведем. Дальше до Бернинга. Бернинг. Ловит здесь эхо-слэм. YYF разрезает пополам снайпера под БКБ. YYF отсюда уходит. Кси догорает. Минус 3 делает команда Олдубой. Стеряет только Чена. Ну и выкупается Вич-Доктор. Дезвард 8-2-0. Сидит здесь Медведь. Ему Дезвард не бьет. Поэтому он может смело тусить рядом. Ну и тем временем сжигать Вич-Доктора. Спирит Бернинг должен долупить. В итоге у нас Тавр. Недалеко стоит Жоу. Смотрит, как работает его сыночек. Сыночек работает просто великолепно. У Медведя уже с руки 150 с копейками. И Медведь. И Медведь уже имеет кучу дэмэджа. Такого АОЕшного имеет. Дев неплохой. Плейтмейл сейчас только Лондруид забирает. Ну и Медведь, я так понимаю, пошел у нас приобретать себе Хипперстоун. Хотя деньги, которые есть у Лондруида, можно на Башер потратить. Ждем. Еще. Еще нет. Мне показалось. Да, Хипперстоун у нас появляется на Спирит Бире. Есть также Плейтмейл. И Жоу уже может, в общем-то, приобретать Керасу. Осталось только на рецепт на фармить Лондруиду. Снайпер перемещается на третье место по фарму. У него 9500, 9600 у Бернинга на... Точнее, 9600 у Снайпера. И YWF тоже 9600 на Кентавре. Есть Даггер, есть БКБ, Пойнт Бустер. Тоже имеется. У Тайдхантера 1100 после появления Даггера. У Шторм Спирита, наконец-то, первый артефакт на 24-й минуте, Бладстоун для Феррари. 1, 2, 3 идет Феррари. Выглядит это все вообще не очень. Вич Доктора Медас, просто чтобы собраться в итоге в Аганим. Других шансов пока что не вижу. Венш Фулл Спирит. Медальон, Пауэр Трэдс и урну в Шаддлс от нее. У Чена, Мека, Аркан Буцы. Тысяча по голде. У Шейкера, Арканы и Даггер. Форс Став тоже имеется для Шейкера. Ну, нормальный, мобильный, перемещаться на полкарты можно с двух прыжков. Мы видели, что у нас с ВВФ. Поинтбустер есть у ВВФ. И сейчас расскажу для чего. После того, как мы посмотрим Лондруида. Лондруид у нас с Чейнмейлом сам по себе. Потому что его ребеночек уже должен быть с Керасой. Как я понимаю. Где Кераса? Нет, в Куриле ничего нет. Я думал, уже деньги есть у Лондруида для Керасы. Да, есть, все. Кераса готова. Так вот. Поинтбустер на Кентаври для Аганима. Аганим на Кентаври дает возможность бегать по всему вообще, что вы видите. Леса, деревья, клифф, рожпит. Все горы. Абсолютно все, что угодно. Вы бегаете, как сумасшедший баратрум. Только при этом управляете собой. Вам фиолетово вообще куда бежать. Забегаете вчетвером на клифф. Заканчивается стомпит. Стоите вчетвером, как дурачки на клиффе. Смотрите сверху вниз на своих оппонентов. Ну, то есть, не важно, что хотите. По деревьям, по горам, по лесам. По флоре, по фауне, по бабочкам. По фонтану. Ну что, медведи, 17 левел. Третья true form для Жоу. Дэмэджа уже много. 148 плюс руки. Здесь 73 плюс 206. Тауэр должен сейчас уже сыпаться. Пайвай, а вступит у нас фейта. Разрезал пополам. Еще один удар. Фейт умирает. Разваливают в итоге спиритбира. Призывает нового Жоу. Спиритбирг с Керасой, но при этом умирать ему не сложно было от Бернинга. Бернинг нормально. Под Шрапнелью. Дэмэджа много. Сэнджин Яша, Масков Мэднес. Где-то там Сэнджин на спиритбире прошел. Все. Медведь сидит. Снайпер его убьет. 18 на 6. 11 тысяч олдбойс по золоту. 5 тысяч по экспириенсу. Тоже коллектив олдбойс. Кто уже купил компендиум, расскажите. Кто уже какой-то там левел апнул. Первый, второй. Как это вообще делается? Потому что я инфу не получил. Компендиум только сегодня приобретал. А вот как там апать левел, я так и не понял. Это либо предсказание, либо экспу дают за то, что ты играешь. Если не сложно, подскажите в чат. Мне и, возможно, тем, кто собирается компендиум приобретать. Кентавр уже есть Огр Клаб. Есть Блэйд оф Лакрити. 610 для YBF. Значит, вот-вот появится Аганим. А дальше 16 левел. А дальше бегай не хочу. Лонг Диди. 1650 на руках. Можно приобретать эти... Вот они. Гвардиан Грифс. Первый артефакт, не считая манга. Из новейших. Гвардиан Грифс. На Лонг Диди. Артефакт за 5300. Это просто самый серьезный мажорный Чен во всей истории. Какой еще Чен рассказывал бы? Да у меня один слот 5300. Правда, он вообще один для Чена. Больше у Чена слотов нет. Только ПТ и будет немножко странно смотреть. Ну вот, еще Мишуры докупил. Обсервер Вард. Просто, чтобы обезопасить себя. Ну, это нереально крутой мув на самом деле. Посмотрите на Лонг Друида. Посмотрите на его Медведя. У Медведя 20% ХП. Это 1,5. Это 200... Ой, 200. Это 500... В общей сложности 540. Да. 540 ХП это уже 20% у Медведя. Когда у Медведя 540 ХП остается у него, врубается 15-ти ХП-шный реген в секунду. Под Керасой, под дефом в 24. Как их сбить, непонятно вообще. Просто Чен должен находиться рядом и все. И проблема убийства Медведя у команды IG на первом месте. Да, я увидел. Можешь не волноваться. Я увидел. Все стоит денег, все продается. Слоган рекламной кампании Валве. Спиритбирд допиливает Т3. Дальше на бараке. Ну что, к Бернингу подберутся или нет? Спиритбирд отцепляют. Ну что, Спиритбирд. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что это такое? Это Солар Крест уже на нем. У него еще и броня увеличена. А кто собрал? По-моему, Венжи Фулл Спирит. Развалили в итоге у нас Спиритбира. Без него пока что дерутся. Все, призывает у нас Жоу. Ну, пошла ерунда на всех. Супер лечение Гвардия Наура от Лонг Диди. У всех супер серьезный реген. Все сильные, все крепкие. Ну, минус 3 уже делает команда Олд Бойс. Диди вообще никого здесь не замечает. Ну что, новые артефакты решают. Вы видели, что случилось. Врубились тапки у нас от Чена. И ни Лон Друида, ни Шейкера, никого там особенно расковырять нельзя было. Плюс Солар Крест был от... От, 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 от Венжи Фулл Спирит. Как я понимаю, сейчас глянем. Фишка в том, что появились очень крутые бафы. Очень крутые, важные бафы. И Медведь тут вообще прям must have. Солар Крест, который плюс 10 к броне дает, 30% у ворота. Плюс 17% у ворот Радианца Медвежьего. И плюс вот этот 15 хп реген в секунду. И плюс 15 дефа. Ну, жесть просто. Куда, как, как не брать Лон Друида? Если два артефакта, кто бы их не собирал, сделает из него машину для убийства вообще мощнейшую. Ладно, поздравляем команду Old Boys. Они наказали IG два раза подряд. Два раза. Два раза. Кто поставил деньги на IG, ребята, мне вас очень жаль. Кто знал вообще? На повестке, секундочку. Сейчас скажу, что у нас. У нас 16.00, по-моему, должен быть матч, по факту. Да, так и есть. У нас IG продолжают дальше сражаться. Сейчас будут играть против Energy Pacemaker Gaming. Вот, а дальше... Ну, а дальше все. Дальше все. Дальше повторчики вам покажем. Ну что, IG против Energy Pacemaker Gaming. Через 6 минут, по факту. Но, учитывая, что IG только-только доиграли, и учитывая, что IG надо пойти переплакать немножко эту ситуацию против Old Boys, я думаю, что где-то минут через 10-15 не раньше начнем. В любом случае, не переключайтесь. Задавайте свои вопросы в чате. Постараюсь по возможности ответить. Ну и пишите в личку ВКонтакте. Тоже буду чекать, смотреть. Все, услышимся через, думаю, 5-10 минут. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok